Тем временем другой американец без шума и пыли возглавил рейтинг самых богатых людей планеты. Илон Маск потеснил именно тех, кто давно закрепился на финансовом Олимпии и не сходил с него годами и даже десятилетиями. Его компания Tesla становится не просто крупным производителем электрокаров, а самым крупным автопроизводителем в мире. Илон Маск имеет все шансы продавать больше автомобилей, чем гигантский автоконцерт General Motors. Таким мнением с нашим телеканалом поделился инвестор, глава инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов. По его оценкам, себестоимость компании Илона Маска не такая уж и дорогая относительно того, сколько десятков миллиардов сумел заработать предприниматель, продав акции в 2020 году. По итогам торгов за 7 января, когда акции Tesla превысили отметку 700 долларов за единицу, Маска назвали самым богатым человеком на Земле. Bloomberg оценил его состояние в 188,5 миллиарда долларов. Но издание Forbes эту номинацию Маска оспаривает, утверждая, что его состояние оценивается в 175 миллиардов. Тесла на самом деле там незаметно-незаметно, она стоит как чугунный мост, даже как там три чугунных моста, если часть. Но, тем не менее, они продали там 500 тысяч автомобилей, и они незаметно начинают выглядеть на самом деле крупнейшим в мире производителем автомобилей. Ну, то есть, говорили, кто это такие, да, вот в сравнении там с глобальными автоконцернами. А сейчас выясняется, что они, во-первых, ну, видимо, за ними будущее так или иначе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.